здравствуйте дорогие друзья в своих фильмах мы постоянно подчеркиваем что следы древних технологий находится буквально у нас под ногами обычно при упоминании темы об огромных каменных блоках в представлении большинства людей сразу предстают огромные мегалиты в южной америке или азии наш соратник живущий на урале провел свое расследование на эту тему и вот сегодня представляю вашему вниманию его доклад посвященный городу озерску челябинской области а точнее парку культуры и отдыха который расположен в древнем карьере для начала кратко официальная историческая справка город озерск как и некоторые другие города россии является закрытым административно-территориальным образованием его считают первенцем атомной промышленности ведь именно здесь создавался плутониевый заряд для атомной бомбы город со всех сторон окружен озерами иртяж козылтяж малая и большая нанога благодаря которым озерск и получил свое название поселок ставший впоследствии городом был основан на большом мысе южного берега озера иртяж у старой демидовской дороги проходивший по восточному и южному берегам озера даты основания озерска принято считать 9 ноября 1945 года генеральный план строительства предприятия по переработке оружейного плутония принятый в апреле 1946 года предусматривал сооружение жилого поселка на 5000 человек в 1948 году было принято решение о составлении генерального плана поселка который был разработан ленинградским проектным институтом и утвержден в 1949 году поселок стал застраиваться двух четырехэтажными зданиями в неоклассическом стиле в 1948 1950 годах застраивался парк культуры и отдыха в 1950 1952 годах появились объекты здравоохранения в больничном городке к марту 1954 года на химкомбинате маяк запустили 6 реактор численность персонала в несколько раз превысила проектную 17 марта 1954 года закрытым указом президиума верховного совета рсср поселку госхимзавода имени менделеева по маяк был присвоен статус города но жители имели прописку в ленинском районе города челябинска и давали подписку о неразглашении места жительства и работы до 1954 года выезд из зоны строительства был полностью закрыт официально город в 1948 1966 годах именовали челябинском 40 сороковка а в 1966 1994 годах челябинском 65 4 января 1994 года распоряжением правительства российской федерации установлено официальное географическое название населенного пункта в закрытом административно-территориальном образовании город озерск конец краткой официальной исторической справки также должен добавить что в 1957 году на производственном объединении маяк взорвалась одна из зим костей в которой хранили концентрированные радиоактивные отходы в результате аварии радиоактивному загрязнению подверглась территория общей длиной около 300 километров при ширине 5 10 километров и эта территория получила название восточно-уральский радиоактивный след но наш фильм не об этой аварии оказывается в озерске есть тайны более фундаментальные на первом слайде мы видим снимок из космоса собственно самого парка с его реальными размерами на территории площадь парка в пределах этих размеров составляет около 700 тысяч квадратных метров высота скал в южной части парка составляет 20 метров над уровнем озера один из гранитных блоков недалеко от южно-восточного входа в парк его длина 3,6 метра ширина 1,2 метра высота более метра масса блока составляет около 14 тонн на этом слайде мы видим камень разделенный на две части размеры участка добычи камня и следы перфорации позволяет думать что с этого места было добыто и вывезено еще несколько аналогичных изделий ширина пропилов около трех сантиметров стенки между частями блока не плоские но ровные чуть выше по склону от первого блока расположен следующий ярус добычи камня здесь остался не отделенный от скалы блок меньшего размера с диагональной трещиной вероятно трещина причина от отказа от его дальнейшего использования вот так выглядит ландшафт в парке часто встречаются кучи обломанного гранитного материала по краям впадин это выглядит как отвалы породы в местах добычи камня особенности паркового ландшафта ландшафт неровный содержит немало впадин размерами от нескольких метров до нескольких десятков метров в поперечнике присутствует также много невысоких возвышенностей холмов высотой от доли метра до нескольких метров слой грунта в основном дерна как правило не толстый 5 25 сантиметров под ним везде либо монолитное гранитное основание либо гранитный же обломочный материал сам обломочный материал виде разноформатных кусков гранита расположен компактно в виде холмов словно камни были намерены свалены в одном месте такое расположение обломков может указывать на то что это отвалы некондиционной пустой породы сами же породы слагающий большую часть скального массива поверх которого находится парк культуры и отдыха города озерска по минералогическому составу являются гранитами в основном это комбинации полевых шпатов 60-65 процентов кварца 20-35 процентов слюды 5-10 процентов как правило присутствует в небольших количествах темноцветные минералы характерные для данной местности гровая обманка ильминит магнетит и так далее как собственно полевые шпаты так и окислы железа могут придавать гранитам цветовые тона от светло-бежевых до красных слоистое строение скал в парке указывает на то что данные породы являются гнейцевыми образованиями на этом слайде мы видим текстуру гранита и микрофотографию этого образца показывающие минералогический состав породы образец взят с одного из блоков в парке южная юго-восточная и восточная части парка культуры и отдыха лежащий от участков по улице колываново вдоль медгородка и до комплекса водозабора и водочистки имеют вполне отчетливую границу образованную каменным материалом представляющим собой различного размера обломки гранита гнейса наваленные местами виде высоких и трудно преодолимых брустверов высота скалы на юге парка вдоль медгородка порядка 20 метров над уровнем озера это сильно напоминает отвал карьера впечатление усугубляется тем что иногда среди бесформенных кусков камня встречаются обработанные каменные блоки с крупными дефектами или осколки и крупные обломки таких блоков искусственное происхождение этих обломков очевидно так как среди них имеют место быть правильной плоскости грани под углом 90 градусов друг другу и строго прямолинейные ребра на некоторых обломках гранита гнейсов имеются также следы обрабатывающего инструмента в разных местах парка особенно ближе к периметру в южной и восточного части нередко можно встретить некий ступени в кавычках имеющий протяженность от нескольких метров до десятков метров и расположенные ярусами друг на другом на расстоянии в несколько метров высота ступеней как правило составляет несколько десятков сантиметров подробное изучение таких участков показала наличие следов технологического отлома камня стало ясно что это края ярусов добычи гранита характерные особенности организации участков добычи камня первое расположение линии яруса в виде ломаной линии иногда в виде плавной зонтой возможно это диктовалось особенностями строения скального массива или необходимостью получать изделие именно такой формы второе окончание яруса иногда выглядит так как закругление по цилиндрической или конической огибающей третье иногда между отрезками ломаной границы яруса можно встретить полукруглые выступы четвертое один из ярусов добычи гранита верхней своей части имеет продолжение в виде слоя камня загнутого вверх по цилиндрической огибающей возможно здесь вырезали камень с одной из стенок гранитного массива в виде части цилиндра среди неровностей ландшафта в парке иногда можно видеть нагромождение каменных блоков различного размера возможно грудок каменных блоков на фото представляет собой просто место сбора некондиционных изделий но учитывая правильное перпендикулярное относительно друг друга положение лежащих самом низу блоков можно предположить что это развалины небольшого строения нижние блоки выше описано нагромождение блоков и блоков расположены под прямым углом друг к другу невысокий холм увенчанный плоской гранитной плитой весом в десятки тонн форма плиты близка плоскому цилиндру на этой плите имеются выемки с плавными криволинейными поверхностями возможные причины появления этих углублений это естественная эрозия применение устройства типа высокотемпературного гидромонитора или быстрый и сильный разогрев вплоть до испарения породы с поверхности возраст карьера на месте парка культуры и отдыха определяется рядом факторов первое ложа карьера покрыта грунтами до нескольких десятков сантиметров глубиной грунт и и такой мощности не могут накопиться за несколько десятилетий второе на территории парка карьера можно встретить деревья толщина которых у основания явно соответствует возрасту не менее 100 лет третье на карте схеме времен основания города озерска 1950 год на территории парка отсутствуют признаки наличия карьера такого масштаба зато обозначены совсем маленький карьер на месте корпуса инфекционной больницы лес на месте парка а также дачи курчатова славского и кинотеатр летний четвертое археологические изыскания на территории парка показали наличие сооружений созданных поверх дна карьера во времена значительно отдаленные от нас и характерных для весьма архаичных культур возможно каменного века неолит таким сооружением можно причислить ряд построек из гранитных валунов протянувшихся от южного конца карьера приблизительно вдоль его восточной стороны к северу в сторону водозабора а также менгир найдены недавно около скальных выходов у восточного края карьера недалеко от здания туб диспансера пятое степень эрозии многих поверхностей подвергшихся обработки такова что можно говорить о сотнях или тысячах лет прошедших с момента эксплуатации этого объекта шестое неизвестны какие-либо упоминания о разработках гранита на месте парка города озерска отсюда можно сделать следующие выводы парк культуры и отдыха города озерска в прошлом был поверхностным карьером по добыче каменных блоков из гранитогнейцевого массива рельеф местности холмы представляющие собой отвалы пустой породы непригодного для добычи камня и обломков дефектных блоков указывать на то что карьер занимал фактически всю площадь парка с юга карьер ограничен медгородком и улицы колыванова с востока туб диспансером клиника фиб и комплексом водозабора запада и севера берегом озера иртяж возраст данного объекта значителен и требует дополнительных исследований теперь давайте поговорим о технологиях на этом слайде мы видим прямоугольные отверстия подобный тем который мы видели в начале доклада при изучении карьера естественно возникает желание понять какими технологиями пользовались его разработчики следов таких технологий немало первое так называемые карманы это углубление в камни ряд которых формирует плоскость отлома блока от массива такое пропиленное в гранитогнезе углубление имеет размеры приблизительно 120 160 миллиметров на 30 45 миллиметров глубиной 140 160 миллиметров формой и размерами напоминает карман длина дна этого кармана как правило несколько меньше длины его входного отверстия особенно наглядно это можно наблюдать на камне лежащем в отвале на южной стенке карьера напротив медгородка на снимке один выше видно что гранит рядом с углублением и внутри него сильно эродирован и представляет собой глубозернистую обломочную поверхность это характерно для углублений в которой попадает вода на снимке 2 показано углубление которое в силу того что он оказалась в условиях очень слабой эрозии внутри не заливается вода и нет множества циклов замерзания таянивания демонстрирует поверхности вероятно не сильно отличающиеся от того как они выглядели после своего возникновения хорошо видно что стенки ровные на стенках и дне углубления нет следов долбления отсутствуют следы инструментов вроде долота и зубила углы между узкими стенками и дном не острые и имеют закругление радиусом в несколько миллиметров но отсюда можно сделать вывод что возможно данные углубления создавались методом пропиливания инструментом имеющим режущие полотно в виде ленты шириной около 3-4 сантиметров вторая технология сверление на карьере иногда можно встретить следы сверления гранита наблюдаются следы сверл двух диаметров на слайде мы видим пример отверстия выполненного сверлом диаметром 25 миллиметров не трудно заметить что в приведенных примерах сверления диаметром 25 миллиметров делались по границе отлома фрагмента гранитного блока от массива при этом длина высверленных каналов может достигать нескольких метров иногда будучи в особо благоприятных условиях стенки каналов могут быть весьма гладкими это говорит о высокой скорости вращения бура сомневаться в том что данные каналы делались в процессе эксплуатации карьера не приходится изучая ярусы добычи камня мне доводилось встречать совместное использование пропилов карманов и сверлений такого типа здесь мы видим пробуренные отверстия диаметром уже 110 миллиметров на современных карьерах подобные скважины бурятся в трех случаях первый для разведки чтобы понять какие породы лежат ниже под землей второй для прокладки троса которым позднее будет пилиться порода и третье для дренажа воды с целью осушения карьера ландшафт местности таков что осушение карьера не требуется следов тросовой распиловки камня также нигде не наблюдается вероятно это разведочные скважины сложнее с их датировкой есть непроверенная информация что эти скважины бурились при строительстве города озерска в двадцатом веке третья технология пиление время от времени можно встретить следы пиления гранита плоскими и весьма тонкими пилами судя по ширине пропила применялись пилы с толщиной полотна 5-7 миллиметров иногда встречаются недопиленные камни части скальных выходов и неиспользованные заготовки для блоков с пропилами на этом слайде гранитогнейцевая скала с очевидной естественной криволинейной сланцеватостью перечеркнутая математически правильным пропилом с какой целью на следующем слайде мы видим начатые пропилы на гранитных валунах и участки скал со следами отпиливания гранита поверхности скал гладкие зашлифованные при распиливании с правильной поверхностью плоскими гранями и прямолинейными ребрами четвертая технология фрезерование на некоторых камнях можно видеть следы снятия гранита с поверхности методом фрезерования на снимке а видно что снят слой материала в несколько миллиметров толщиной но по каким-то причинам обработка не была доведена до конца и от создания строительных блоков отказались на снимке б видно ровная плоская поверхность гранитной плиты и закраина над верхним карманом оставшиеся после прохождения в этом месте фрезы на этих слайдах мы видим пример совместного использования различных технологий сверление пропилы карманы и пиление плоской пилой также мы видим отверстие под крюк на этом слайде мы видим след предположительно от удара неизвестным инструментом форма углубления от удара в граните это квадрат с длиной стороны 3 сантиметра глубина проникновения рабочей части также около 3 сантиметров следует отметить что длина стороны квадрата соответствует ширине пропилов карманов возможно это след от случайного удара именно таким инструментом зашлифованный в процессе распиливания скальные поверхности стойко сопротивляются естественной эрозии однако в тех случаях когда в них появляются трещины через них начинает проникать вода и под воздействием многократных циклов замерзания оттаивания поверхность камня начинает разрушаться интенсивнее получающаяся в результате такого процесса грубо зернистая поверхность неотличима от необработанных поверхностей природного гранита общие выводы по всем слайдам первое характеристики инструментов использовавшихся при добыче гранита в карьере ставшим в наши дни парком города озерска весьма высоки и по возможностям абсолютно сопоставимы с современными второе отсюда следует вывод что использовалось механизированное оборудование включающие высокооборотистые твердосплавные пилы и буры а также инструменты неизвестных типов такой инструмент подразумевает весьма высокий уровень развития энергетики и техники третье не механизированный инструмент использовавшийся горщиками до 20 века не позволил бы оставить такие следы которые мы наблюдаем в парке сегодня однако степень разрушения поверхности обрабатываемых гранитогнейцев такова что наиболее вероятной предполагается мысль о многих столетиях прошедших со времени эксплуатации данного карьера четвертое при площади карьера около 750 тысяч квадратных метров перепаде высот от берега озера до высокого южного края около 20 метров и плотности гранита около 2600 килограмм на метр кубический можно сказать что было добыто не менее 4 миллионов тонн каменных блоков с учетом породы ушачьев отвалы друзья это был доклад нашего соратника с урала сам я выводов дело сейчас никаких не буду а предоставляю вам возможность сделать выводы самостоятельно и высказать их комментариях на этом я с вами не прощаюсь исследования продолжаются благодарю вас за внимание всего вам доброго до до скорых встреч